Сегодня у нас по тематике первая лекция. До этого мы рассматривали общие вопросы работы диссертации. А сегодня у нас первая лекция, тема которой «Материя и форма ее движения». Как бы вы определили материю? Философскую категорию, обозначающую реальность, не знаю, данное нам ощущение, что-нибудь такое. А реальность у Гигеля обозначается как вид определенности, есть реальность и отрицание. То есть рассматривается сначала чистое бытие, потом чистое ничто, переход друг к другу, становление, снятие становления. Получается наличное бытие, в наличном бытии есть небытие, это небытие называется определенностью. И определенность берется либо как реальность, либо как отрицание. И как-то нам понимать, если материя – это реальность. То есть надо уже знать и бытие, и ничто, и определенность, и реальность. И чем она, эта реальность? Она что, более общая, чем материя, что ли, категория? То есть мы материю определяем через что-то еще более общее? Реальность более общая, чем материя? Все-таки определять нужно как сложное через простое, или простое через сложное. Материя является самой простой категорией, или это категория, которая через еще более простую определяется? Реальность более простая? Ну вот из того, что я знаю про реальность, я вот сейчас сказал, она не представляется более простой, чем материя. Ну да. Вот. Потом есть обсуждение у Ленина в книге «Материализм и империя критицизма». Не читали? Читал. Читали. Ну вот как там, что там Ленин говорит про материю? Ну, я думаю, что примерно вот это и воспроизвел, я так не помню точно. Вот примерно то, что вы и говорите, что это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Ну вот можно это считать определением? Такое высказывание. То есть это вообще высказывание, суждение, правильно? О материи. Ну мы должны, суждение бывает разное. Как узнать это определение, или это просто суждение о материи? Ну роза есть растение, это определение розы? Ну, наверное, абстрактное определение. Ну что, крапива не растение, что ли? Так так вы букет этих крапивных листьев принесёте. Нет, это не определение, это суждение. Человек и животное – это определение человека? Нет. Нет. То есть не всякое суждение является определением. Поэтому, как определение, это брать нельзя. Более того, там говорится, это объективная реальность, материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. То есть для того, чтобы знать, что такое материя, надо знать, кто такие мы. Ну раз нам. Правильно? Материя – это объективная реальность, данная нам. То есть мы материю через нас с вами, по крайней мере, нас двое тут. Потому что, чтобы было нам, надо или очень важный сам про себя говорит нам, мы, либо всё-таки два человека, как минимум, нам. Это раз. Во-вторых, надо ещё знать ощущения, что такое. Не получается ли многовато, чтобы определить такую простую категорию, надо знать, кто такие мы, и что такие ощущения у нас. А что такое ощущение, это не так просто определить. Правильно? Вот. Поэтому, я думаю, что будет правильно сделать. Вывод такой, что это суждение материи, совершенно правильное суждение, конечно, но не являющееся определением. Вот у Энгельса можно другое суждение. Надо прочитать, что единство мира в его материальности. И отсюда сделать вывод о том, что материя – то единое, что есть. Вот то единое, что есть, называется материя. Много о материи говорить или наговорить нельзя, по той простой причине. Если это самая простая и самая общая категория, то нет более простой и более общей категории. Поэтому нельзя материю определять через что-то еще, через другие категории философии. Поэтому вот то, на чем мы можем остановиться, материя – то единое, что есть. Это во-первых. Во-вторых, мы материю понимаем как то, что движется, или как то, что является неподвижным. Как то, что движется. Как то, что движется. Почему? Потому что, вообще говоря, покой – это некая абстракция, которую мы нигде не обнаруживаем. Покой – никак. Вот мы с вами сейчас покоимся или не покоимся? Ну, может, и нет. Нет. Ни в коем случае. Правильно? Ну, вот вы дышите, и я тоже еще покажу. Так что, по крайней мере, пока человек дышит, идет обмен веществ, идет дыхание, кровообращение и так далее, мыслительная деятельность. То есть, весь организм находится в движении. Даже если вы спокойно сидите. Потом я заметил, что вы моргаете. А если вы спокойны, тогда надо, кстати, застыть. А если вы не будете моргать, у вас слезы потекут, как известно, потому что организм придумал защиту от таких людей, которые хотят назло своему организму что-то сделать. И он начинает увлажнять тогда глаза другим путем. То есть, тут покоя нет. Ну, не говоря уже о том, что мы находимся с вами на земле, которая вращается вокруг оси. И пока мы тут сидим, мы так, хоть, спокойно, путешествуем, находимся на некой карусели. Это первая карусель. Вторая карусель – это Солнце, вокруг Солнца движется Земля. И мы еще и с ней двигаемся, правильно? Поэтому покой нам только снится. То есть, никакого покоя в плане, так сказать, абсолютном, не приходится предусматривать или говорить. Поэтому материю никак иначе, как движущуюся, и понимать нельзя. Почему? Потому что она вообще не самая высокая того, что есть. Но все, что есть, все движется. И то, что есть, и то, что просто есть, единое, что есть, естественно, надо рассматривать как движущиеся. Ну вот, в соответствии с этим, в соответствии с таким понятием материи, мы можем сказать, кто такие материалисты. Хотя эти материалисты сразу разделятся, по крайней мере, на три группы. А одни материалисты считают, что эту материю можно познать. Так, другие материалисты могут считать, что материю познать нельзя. Те философы, которые считают, что материю познать нельзя, называется? Я не знаю, точно кого вы имеете в виду. Ну, как они называются? Если я считаю, что нельзя познать материю, кто я? Вы – Агностик. Агностик, совершенно верно. А, это отрицание, гнозиснание, агностики. То есть, вот если… Это не материализм. А? Это же не материализм получается. Что? Это не материализм. Почему не материализм? Ну, в Львове, я просто читал ту же самую книжку, которую… Они считают, они утверждают… Нет, они утверждают… В Ленин говорит о Танте, что Кант, Агностик, он не материалист. Он не материалист просто потому… Не только потому, что он агностик, а еще и потому, что он идеалистически понимает материю, поэтому он и не материалист. И у него есть и то, и другое. Он и материалист, и идеалист, и у него противоречивые, так сказать, такие взгляды. А вот просто кто тогда материалист, агностик? Ну, такой вот так, агностик. Всякие же материалисты бывают. Тут есть материализм не диалектический. Есть? Да, конечно. Фирба. Он не агностик. Ну, да. Он считает, что можно опознать, но он не является диалектическим материализмом. Поэтому он рассматривает ту материю как вот то, что является собой основу, но не может быть преобразовано. Или, по крайней мере, так сказать, мы ничего не можем с ней сделать. Вот. Вот и есть материализм диалектический, правильно? Диалектический материализм, к которому перешли Маркс и Энгельс. А изначально Маркс и Энгельс какой философии принадлежали? Ну, они были левыми гигеляциями. А? Левыми гигеляциями. Ну, раз они были гигеляциями, а гигеляциями. А гигеляциалист какой, объективный. А у меня все-таки, простите, вопрос. Да. А кто, получается, кого можно причислить к материалистам-агностикам? В каких философах? Ну, частично Канта. Ну, именно частично. То есть он в некоторых вопросах материалист, а в других – идеалист. Но кроме него есть еще? Ну, вот он говорит, нельзя познать вещь в себе. Ну, это да. То есть он говорит, вот есть она вещь в себе. Да, он не говорит, что она нематериальна, она и есть. Но ее познать нельзя. Но он, кстати, тогда и не говорит, что она материальна? Ну, он считает, что она материальна. В том-то и дело, что он прямо не говорит, но он не отождествляет это с человеком. И не говорит, что это плод нашего сознания. Он же не является последовательным идеалистом. А кого вы знаете из последовательных субъективных идеалистов? Ну, Беркли и Фихте. Беркли, да? Ну вот, Беркли. Вы как понимаете философию Беркли? А, ну, это целепсизм. А? Что-то... Ну, целепсизм, да. А в чем состоится целепсизм? Ну, потому что существует... Вот если вы целепсист, что-то как вы себе тогда представляете мир? Ну, существует сознание. Что существует? Сознание. Чье? Магия. А еще? Ну, пожалуй, все. Пожалуй, все. А мы вот, что про нас скажете тогда? Уж про нас-то вы не забывайте, все-таки мы тут ближние к вам. Что вы про нас как целепсист скажете? Ну, только давайте правду матку, не стесняюсь. Как целепсист, я бы все-таки скептично и не стал бы не сказываться, что просто по воображению возможно, что... То есть нас как бы нету, да? Ну, да. Но возможно, что есть, я бы не стал бы здесь. Как возможно, что есть? Как целепсист, я бы не стал бы утверждать однозначно, что... Почему же вы не стали, если есть, если вы говорите, есть только вы. Есть только ваше сознание. Почему же вы не стали бы... Если вы же последовательный, ведь Бертли как раз не является таким непоследовательным идеалистом субъективным. Он последовательный. Вот если сказал, что есть только я, так и вы, так и есть только вы, так нас и нету. А где мы? Ну, так вас нету. А? Вас же нету. Вас же нету. Ну, вот же мы есть. Если вы про нас говорите, вас нету, значит, мы есть. Значит, где мы есть? Ну, где мы тогда есть? Ну, где сознание, где же че? Сознание чьем? В моем чьем. Ну, вот, это вот понятно тогда. То есть мы есть в вашем сознании. То есть мы есть плод вашего воображения. Вы вообразили? Мы-то думали, что вы вот сейчас зашли. Оказывается, вот вы зашли, и мы в вашем воображении тут и пристали. Ничего другого. И спорить с вами в этом смысле. Можем мы его опровергнуть, если он последовательный? Невозможно. Просто он на все будет говорить, что так вы только в моем сознании. Поэтому чего вы тут говорите? Вас вообще нету. Поэтому опровергнуть это невозможно. То есть можно говорить о том, что вся человеческая точность. То есть эта философия, она никак не может быть приимена к человеческой практике. И человеческая практика ее как бы практически только отвергает. А так вот логически его опровергнуть нельзя. А есть вот, это вот мы вроде старое вспомнили, да? Вот идеализм. А идеализм, что говорит объективный? Давайте уже что-то мы доведем. Все, вот в материи мы уже говорили. Субъективный идеализм. А объективный идеализм, давайте вы скажете, что это значит. Ну, объективный идеализм, он говорит о том, что объективно существует дух. И все остальное есть его, как бы манация, порождение, в том числе и материя тоже. Да. То есть есть идея, и она породила, так сказать, все. Вот. Ну вот интересно в связи с этим обратиться к тому, что у нас сейчас имеется в философии. Вот на самом деле в философии имеется проявление всех вот этих философских концепций. Насчет материализма понятно, насчет объективного идеализма тоже вроде бы понятно. И даже есть проявление субъективного идеализма. У нас была такая конференция по антологии в Институте повышения квалификации. Я там работал на кафедре философии и культурологии. И вот выступал большой зал, там очень... Не были там, перелог декабристов в 16 лет. Хороший зал там, с хорошей, так сказать, наклоном. Вот собрались люди, выступает профессор и говорит, что вот по поводу антологии занимается чем? Бытием. Бытием, да. Наука бытия. Что вот и такая вот свежая мысль, свежая струя в докладе, говорит, что если что-то наделено смыслом, то оно и есть. А если оно смыслом не наделено, то его и нет. То есть есть только то, что не наделено смыслом. А то, что смыслом не наделено, то и есть. И вот целый час такой доклад продолжается, это все обосновывается и так далее. После этого я поднимаю руку, спрашиваю, а кто... Значит, я правильно понял, что вот если предметы наделены смыслом, то они есть. А если не наделены, то их нет. Ну а кто наделяет? Ну вот вы, я или... Ну так вроде как и неудобно сейчас сказать бог. Я говорю, ну, трансцендентные. Он говорит, ну да. Ну хорошо, значит. То есть, если они, следовательно, если они смыслом не наделены, то их и нет. А раз их нет, то нечего и наделять. Логично? Он говорит, Михаил Иванович, зачем вы так? Ну я говорю, а у Мищи куда я денула? Ну если нету их, пока они наделены, то если их нету, то нечего и наделять. То есть само это наделение, так сказать, не может быть совершено в связи с отсутствием того, что надо наделять. Но тем не менее, вот такая точка зрения есть. Или у нас работал такой очень интересный философ Саготовский Валерий, заслуженный деятель науки. Написал книгу «Триада бытия». Не «Триада бытия», а «Триада бытия». А «Триада» выглядит так, значит, материя, потом идет сознание, и, ну как там, ну неудобно сейчас говорить Бог как. Транцедентное, то есть еще там бытие какое-то есть. И вот, как это считать, материализмом, идеализмом, что это такое? То есть, в той же самой работе, которую вы вот изучали, в Ленино, там интересно, что там на самом деле вот в первой части там говорится о последовательном материализме и последовательном идеализме, да? Ну и два вида, там, скажем, рассматриваются идеализма. Объективный идеализм, субъективный идеализм. А вот таких кашеобразных, так сказать, империокритических систем, империуманических систем, сколько угодно. Когда не удерживаются люди на какой-то одной позиции, они сразу в двух. Это вот и сейчас проявляется, и можно это увидеть. Ну или, например, говорят, что вот вся философия есть текст. С одной стороны, можно материалистически объяснить этот взгляд такой на мир, потому что это особенно понятно аспирантам и другим научным работникам. Они сидят в библиотеке целыми днями, потом они, значит, где-то к вечеру уже посмотрят вокруг только книги, только тексты, 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 и в глазах тексты, и везде тексты. И вообще, кажется, все тексты. Так что происхождение этого понятно. Но совершенно понятно, что это как бы зачеркивание или там перечеркивание всего многообразия и сведение его каким-то текстом. Тогда текст получается первичен, а все остальное, а текст – это что, идея или мысль? Мысль или материя? Мысль, правда, текст? Ну вот книга – это не, так сказать, если она как книга, некая материальная вещь, но ее содержание книги, то есть текст – это уже идея. То есть тогда получается вот такой. Или вот герминевтику, как ее понимают? Герминевтика – это что? Толкование. А? Толкование. Толкование. Вот, толкование. Или ее так рассматривают как искусство понимания. То есть, а если это искусство… Вот у нас на кафедре была одна аспирантка, хорошая такая, очень толковая, умная, но ей не повезло. Вот, ты подсунули эту герминевтику? Она вот сидела, с ней сидела и ни с чем и ушла. Почему? Потому что, ну, искусство понимания. У нас есть два факультета искусств в университете. Один Гергеев возглавляет, а другой возглавляет мой бывший дипломник Кудрин. Находится она, красные бывшие улицы, а сейчас это Галерны, Буглу, знаете, наверное, да? Это факультет свободных наук и искусств. Ну, так если это искусство понимания, то это вот здесь искусство. А если это понимание, то есть изучение понятий, так это философия. А это, получается, ни то, ни сего. И вот так оказываются товарищи аспиранты жертвами вот этих вещей. Потому что мы вот на этом останавливаемся еще на общих позициях, чтобы, ну, скажем, не провалиться аспирантам не из-за того, что она неинтересная диссертация, а из-за того, что, вот, скажем, попадешь в такую ситуацию, когда ни то, ни сего. То есть можно быть последовательно... Вот, скажем, Беркли, вы не опровергнете, правильно? Можете сколько угодно. Вот если вот мы на вас уже нападали, а вы стоите на своем, что вас нету, и все, вы только мои тут образы, что хотите говорить, и это мне совершенно все равно. Правильно? Логично. Это неопровержимо. И, так сказать, вам может нравиться эта точка зрения, не нравится, она определенно. Или там вы стоите на точке зрения, что идея первична. Ну, как я могу это опровергнуть? Никак это нельзя опровергнуть. Поэтому и говорят, что в философии люди делятся на две партии. Партии – это две части, паат, часть. На две части одни считают, что материя первична, а другие считают, что сознание первичное. И аргументами, просто аргументами невозможно это провести. Другое дело, что в своей практической жизни люди становятся эти стихийными материалистами. Хотя многие, скажем, естествоиспытатели... Эйлер, например, писал... Вот я такую даже работу написал «Эйлер о свободе духа». Он, так сказать, стоял на материалистических позициях. Он вообще математик. Но он, так сказать, говорил, что нам Бог не мешает. Он нас не заставляет делать. Мы должны сами решать эти проблемы, а не надеяться на него. Мы должны быть самостоятельными. А не то, что он должен нас водить за руку. Поэтому они, так сказать, могут даже сказать, что вот с Божьей помощью мы сделали вот это открытие. А открытие сугубо может быть материалистическим. То есть стихийные, естествоиспытатели, стихийные материалисты. Но еще вопрос о том, на какой позиции стоять, связан с тем, о какой материализме. Материализм может быть очень красивый идеализм, как у Гегеля, да? Диалектический. И может быть грубый такой, не диалектический, как у Фейербаха. У Фейербаха какой материализм? Какой у него материализм? Он не является, этот материализм у него не является. Он, конечно, строгий в этом смысле материалист. Более того, кто повлиял на Маркса Энгельса и их перевел по существу в материалистов? Они же были благополучными идеалистами. Да, младо-гегельянцы. Кто такие младо-гегельянцы? Это кружок тех, кто стоял на позиции Гегеля. А позиция Гегеля объективно-идеалистическая. Ну и вообще, когда мы разбираемся в этих таких фундаментальных вещах, таких как идеализм, материализм, я думаю, не лишним вспомнить, что Ленин говорил в своем конспекте науки логики, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Это раз. И второе, есть своего рода философское такое завещание у Ленина. Это большая его статья в журнале под знаменем марксизма. Журнал был создан специально для изучения диалектики, для обсуждения диалектических вопросов, для выработки диалектико-материалистического мира соцерцания. Он говорит, что мы все, и издатели, и читатели этого самого журнала должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И вот, так сказать, изучать эту диалектику и материалистически ее истолковывать. В отличие от Маркса, который говорил, что вот когда-нибудь я бы собрался и где-нибудь на двух печатных листах, это сколько будет страниц? 48. И написал бы то ценное, что сделал Гегель и сам же мистифицировал. И так и не собрался, если бы было время для таких занятий. Но Маркс был человеку целеустремленный и считал заниматься, что нужно тем, что является необходимым и ценным, и так далее. Как выяснилось, что это, так сказать, высказывание никак не реализовалось. Ничего подобного у Энгельса мы не найдем. Тем более у Ленина. А Ленин прямо говорит, что это... Вот мы все должны, так сказать, изучать и на примере развития истории, науки, техники в том числе. Вот видеть, как это происходит. То есть изучать и материалистически истолковывать науку логики Гегеля. И издания были такие вот науки логики. У Гегеля как издавалась и первоначальная его книга науку логики. Первый том – объективная логика. Второй том – субъективная логика. Вот что интересно. Сам Гегель – объективный идеалист, да? Но он различает, так сказать, вот. Объективная логика изучает природу и общество, которые там... Изначально они порождены все равно идеей, но вот они. А вот второй том – субъективная логика. Теперь в 1937 и 1939 годах было издано собрание сочинений Гегеля у нас в России, в Советском Союзе, впервые. И в этом собрание сочинений. Почему два года? Потому что в 1938-м не издавалось, а вот в 1937 году вышел первый том – объективная логика, а в 1939-м – второй том – субъективная логика. Ну и материалистическое истолкование Гегеля, конечно, легко очень, если так издано. Вот читайте объективную логику, там и так просится это понимать, как объективный мир. Просится. То есть не то, чтобы надо голову так, сказать, ломать, чтобы эту идею понимать не как идею, а как, конечно, объективное. А субъективная логика, она уже и формулируется, как субъективная логика. Ну вот год назад мы предприняли такое издание, и вот в моей редакции вышла такая вот работа называется. Это вот издание, которое делает наше ленинградское отделение издательства науковых. И вот в таком виде после 1939 года всегда издавали одной книгой или тремя книжками издательства мысль. А вот такого деления, которое было на объективную и субъективную, не делали как в собрании изучения. А вот издание, которое вот вышло под моей редакцией. Редакция, собственно, в этом и состояла. Потому что, как вы понимаете, Гегеля я не редактирую. Странно было бы редактировать. Вот первый том. Объективная логика. Тут две книги. Идет сначала учение о бытии, потом учение о сущности и субъективная логика, потом второй. И, так сказать, для материалистического истолкования очень просто. Это вот об отражении этой материи в сознании людей. То есть само по себе издание, конечно, не так уж важно, как само, так сказать, содержание книги, но, как вы понимаете, для того и издания, чтобы что-то, так сказать, подчеркнуть то, что соответствует сути или подходу самого автора. Этого. И того, что мы получили. Получили мы с вами, что у нас есть материализм фейербаховский, метафизический, да? Хотя в последнее время метафизика получила широкое распространение и ее, как бы, снова стали употреблять понятие метафизики как философию, да? Метафизика, как метафизика, что-то более высокое, чем физика. Но она, конечно, более высокая, с одной стороны. А с другой стороны, так сказать, рассуждение просто метафизическое на фоне того развития, которое у физики произошло, тоже не очень смотрится. А, скажем, Энгелес различает и подчеркивает различия между метафизическим, формально-логическим подходом и диалектическим. А, скажем, Маркс и Энгелес, как говорится, став материалистами, они не остались на том, что они просто перевернули Гегеля, а они в этом смысле материалистически истолковали Гегеля, и поэтому получился диалектический материализм. Но! А еще какой есть материализм, кроме диалектического? Вульгарный. Механистический. Какой? Механистический. Ну, механистический мы уже брали. Это, так сказать, фербаховский, правильно? Да. Вот. Вульгарный, это понятно, это люди, так сказать, просто неграмотные, они материалисты, но они этот материализм понимают совсем грубо и неправильно. Вот. А исторический материализм, то есть, если мы возьмем диалектический материализм, то надо прочитать Гегель и понимать это материалистически, и все. И ничего такого специфически нового тут еще нет. А вот применить этот материализм к истории и доказать, что он на самом деле, так сказать, так именно применяется. А в чем смысл исторического материализма? Что в основе всего общественного развития решит что? Производство. Производство чего? Материальной культуры. Производство материальных благ. Нет, производство именно материальных благ. Производство, понимаете, вы определение производства знаете? С определениями. Значит, вот с определениями. Ну вот иногда бывает раз, и на защите спросят, а это что такое? А определение найти очень трудно. Я вот, так сказать, по себе знаю, что мне пришлось много-много прочитать, в том числе все эти рукописи экономико-философские Маркса и Энгельса. И Марксу прежде всего. И они в некоторых местах дают определения, а в некоторых, поскольку им все это понятно, они этим не озабочены, и поэтому эти определения, скажем, некоторые определения в капитале не найдешь, а их надо, а вот в экономических или экономико-философских рукопищах они есть. Производство, как определяется, не знаете? Называю. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть производство берется не как труд, труд это просто деятельность по преобразованию природы. И мы молчим про общественные отношения, если я преобразую природу или обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вот это труд такое длинное классическое определение, которое дал Маркс или просто это процесс создания материальных благ, молчания по поводу общественных отношений. А когда мы говорим производство, то производство есть процесс присвоения предметов. Что значит присвоение? Если я это присваиваю, то тут надо иметь в виду другого человека, что это мое, а не ваше. Или мое, а не ваше. И не ваше, и не ваше, а только мое. А как присвоение осуществить? Его нельзя осуществить только отношением к вещи. Если я отношусь к этой вещи как к своей, а вы относитесь к ней как к своей, то вы скажете нет, отдайте мне. Правильно? Поэтому для того, чтобы она была моя, надо, чтобы вы признали это. И это должно быть закреплено общественными отношениями. Чем отличается присвоение от владения? Владение это что такое? Ну, когда вы присвоил, владеешь? Нет. Вот дайте, ручечку вашу. Вот сейчас кто владеет ручкой? Я. А что, я присвоил? Не надо. Ничего подобного, я взял подержать. Но владею сейчас я. То есть я вот сейчас вот там. Может, вы не отдалите, может, вы не всегда забрали. Вот и может. Поэтому я сейчас, потому что поэтому владение это фактическое господство над вещью. Он мне дал, так сказать, надеясь на мою порядочность, а я взял и начал туда-сюда кидать, бросать, ломать. Или там, ну, скажем, я студентов телефон беру и форточка открытая подхожу сейчас, поскольку я сейчас владелец. как вы понимаете, прощайтесь со своим телефоном. Вот. Так что это вот обладание. А вот присвоение, ну, если я так и все так и останемся, так и вы стерпите это все сказать. Ну, ладно, черт с ним, это переживой, это пусть, для видеопрессора совсем уже объеднели, конечно, они с аспирантов ручки собирают. Это будет акт присвоения. Причем в вашем присутствии, я скажу, мы видели, как он отдал, причем я его не бил, а он сам отдал. Ну, раз сам отдал, вот это как бы и состоялось это присвоение. А если я шел, овладение фактическое господство над чем-нибудь. Вот если фактическое господство я владею, кто вы там, что вы, чего у вас там, какие бумаги есть, это все не имеет никакого значения. Сейчас вот эту вашу заводил, спички зажег, зажег ее и все. Потому что я фактически обладаю. Иногда, говорят, владелец, вот если это владение общественным путем закреплено, то это собственник. Поэтому вот такие вот выражения, как товаровладелец, землевладелец, они, так сказать, первичное, так сказать, это вот обладание господства сохраняют, но оно уже, конечно, закреплено общественным путем. Поэтому, когда нам говорят товаровладелец, то это, конечно, уже и собственник. с другой стороны, вот вы представьте себе ситуацию, идет человек, вот сейчас по магазину пятерочка, берет батон, откусывает его и идет на выход. Тут присвоение имеет место? Пока вы обдумываете насчет присвоения, усвоение имеет место. Правильно? Потому что если он откусил, их согласует. Теперь, значит, а присвоение тоже может иметь место, потому что, скажем, ошарашенные там на выходе смотрят, ну, что с ним возьмешься, если молодой человек, наверное, такой голодный, что он умрет, пусть идет. И тогда они согласились с этим, это что получилось? Общественное признание этого дела как факт. Ну, присвоение, все это состоялось присвоение. А если его раз, и, так сказать, тут, значит, начали писать протокол, что он схватил, забрал, а какая ответственность за то, что вы съели батон? Да никакой. Как вы думаете, это уголовная ответственность наступает, с какого? С какой суммы? Что вот если что-то вот вы воровали у меня, думаете, вот сейчас вы подадите в соответствующие органы и меня накажут? Как меня накажут? Придете вы к участковому, он скажет, на какую сумму вас забрали? А вот у нас там профессор такой забрал у меня на сумму 2400 рублей. Молодой человек, у меня тут два трупа, вот, вы идите почитайте, вы грамотный уголовный, так сказать, процессуальный конкурс, суммы менее 2500, мы не заводим уголовные дела, идите домой, не мешайте работать. и все. А в хрущевский период был придуман такой номер, как мелкие хищения, закон о мелких хищениях, если вы до 500 рублей что-то взяли, это не подливит ответственности, поэтому выносите, но не сразу, каждый день по 500 рублей, по 499, и к вам нет тензи. Это хорошо знали люди, которые богатство свое делали на усушке, утруске. Усушка, утруска может быть столько процентов. Вот если человек не сильно жадный, а он удерживается вот в этих нормах, он может себе большие богатства сложить, он знает, что вот это можно спокойно взять в величину, вот эту вот разницу. А если ты перебрал, то ты в тюрьму посадишь. Такая штука. Так, ну вот поэтому возвращаемся назад, мы еще один материализм нашли, видите, мы идеализма знаем по крайней мере два, идеализм даже три, объективный идеализм, субъективный идеализм. Объективный идеализм бывает тоже не металлический, а бывает диалектический. Поэтому три получается у нас объективных идеализма, субъективный идеализм и объективный, а объективный может быть диалектическим, а может быть метафизическим. А вот тогда метафизический объективный идеализм, это что, например? А это все, кроме Гегеля. Ну, ни у кого, кроме Гегеля и, так сказать, кого вы можете сказать, кто есть идеалист и одновременно идеалептика? Ну, Платон, вот, да, вот Платон, потом, естественно, Гераклит. Вот у нас Гераклит, Платон. Ну, вот Аристотеля вы уже не назовёте. А Шелин? А? Шелинг. Ну, может быть, Шелинг, да. То есть, вот можем мы выделить вот эту линию, да, диалектиков и идеалистов. И в то же время есть вот метафизики и идеалисты. А в области материализма у нас в основном все метафизики. Как вы считаете, вот, скажем, наши товарищи философы, если пять всех философов нашей страны, они что, диалектики? Вообще всех. Сегодня и за всю историю. Сегодня. И за всю историю тоже. Диалектиков. Чтобы стать диалектиком, надо выйти на уровень, вот, Георга Вильгельба, Фридриха Гегеля, по крайней мере. Скажем, ну, кто из руководителей, скажем, Советского Союза был диалектиком? Ленин, и все. А еще кто? А никто. Ну, потому что те, кто издавали это дело, не факт, что это, ну, издавать это же не значит быть диалектикой, правильно? То есть, кто эту самую диалектику, там, по крайней мере, понимал, хотя бы пропагандировал и применял ее? Ну, больше. А? Ну, больше. Ну, какие? Мало? Немного. Немного, но вот так вот твердо сказать, что они пытались применять так или иначе, да? Ну, Ильгенков, например. Лившиц тоже самое. Лившиц тоже самое. Были люди. То есть, ну, это будет поштучно, правда? Ну, да. Поштучно. Ну, вот тогда у нас такая картина, не просто что-то есть идеализм, есть материализм, да? Потому что что нужно сделать, вот как, если брать задачу подготовки к защите вот где секрет того, что человек свободно отвечает на любые вопросы? Ну, секрет, если это продумано так заранее, то есть, вот тебя вам спросят про это, а вы ему наговорили с трекором по этому и такой, и такой, и такой и отстаньте от меня. И все. То есть, так сказать, видно, что человек владеет. Тогда ни у кого желания дальше задавать нет. А если еще видят, человек шатается, тогда начинают дальше его шатать, еще ему какие-то там подсовывать вопросы, ковырять и так далее. У меня на докторской был один вопрос. Марахов задавал. Я на него очень так обстоятельно ответил, и с этого ответа было ясно, что такой вопрос плохой. И что он говорит о том, что человек, который задавал, не очень правильно понимает, что он задается. После этого никто не захотел задавать такие вопросы. Я его спрашиваю, ведущая, есть еще вопросы? Нету. Ну, нету, и переходим к следующему. И закончим все за 4 часа. Так что, какой тут секрет подготовки? То есть, вы на что можете ясно ответить? На какие вопросы? Если вы тут смотрите, сейчас вот и будут спрашивать, что на этой стене? И вы будете все рассказывать. То есть, если у вас в голове, как у солипсистов, у них эта вся материя, она в них присутствует в голове, он может совершенно спокойно описывать. То есть, надо свой материал в рамках того, что вы защищаетесь. Сказать, а это выходит за рамки моей диссертации. Потому что не надо так делать, а то вам будут спрашивать, черте что. Вы скажете, это за рамками моей диссертации. Это, так сказать, не предмет моего рассмотрения. Но в рамках того, о чем ваша диссертация, вы должны совершенно свободно это все излагать. С применением этих самых формулировок, определений и так далее. Поэтому вот мы совершенно правильно делаем, что мы на этих формулировках останавливаемся и их можем заполнить. Или скажем, я вас могу, мы уже о владении говорили, а собственность что такое? Это тоже определение какое-то нужно? Ну вот, вы считаете, вы на защите, а я вот доктор-наук, профессор как раз. Я спрашиваю, что такое собственность? А вы говорите, беби, это не входит в нашу диссертацию, мы про другое. Ну это да, скажет, не входит, но человек уклонился. Тут надо всегда, так понимаете, найти, так, на какие-то ответить, а на какие-то стороночку. Как не входит, то есть, как не входит, когда у вас там, и скажут что-нибудь еще? И скажут, что вы не можете ответить. Ну хорошо, у вас на собственную голову есть собственность? Человек не знает, есть у него собственность на голову или нет. Как может он защищаться? Скажите, дорогие товарищи, как может защищаться человек, который не знает? Она моя собственная. Моя пола, моя собственная. Да я про вашу собственную, то я спрашиваю, есть ли у вас на нее собственность. Еще бы не хватало, чтобы ваша голова не была вашей собственной. Это я и так вижу. А я спрашиваю вас о собственности вас. Является она или нет? А вы хотите уклониться от прямо поставленного вопроса. Она просто моя, я не думаю, что нужна какая-то особенная собственность. То вообще категория собственности не нужна? Или просто не знаете, что такое собственность? Ну вот, то есть я хочу сказать, что есть вот такие категории, которые лучше их знать. Потому что вот поймают на этом и будут в детстве. А вот он, значит, но тоже не так просто найдешь. Поскольку я, например, в процессе, так сказать, собственного обучения искал эти формулировки, а их, ну нет такого же. Я когда вот писал книжку «Социальная диалектика», я там товарища меня попросил, выговорить «Жирным шристом выделите, пожалуйста, эти определения, чтобы человек мог потом выделить и найти их, потому что иначе не очень-то найдешь. Значит, собственность, есть отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Собственность and отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Поэтому объектами собственности может быть только то, что является объективным условием производства. Поскольку ваша голова не является объективным условием производства, она является субъективным условием производства, то эта категория собственности, вы почти к этому подошли, только не дали научной форме этот ответ, что категория собственности не нужна, чтобы вашу голову считать своей. Ну вот, как вы понимаете, бывают такие ситуации, когда, значит, бывают крушения, аварии, и вот лежит отдельно труп, отдельно голова, и вот милиционер сидит и пишет, чья голова. Вот в такой ситуации встает вопрос, чья это голова. А так вообще вопрос не стоит. Поэтому ваша голова является вашей, без общественных отношений. Никакие общественные отношения не нужны. А вот эта несчастная авторучка, которым уже второй раз я на нее посягаю, вот, у вас же ведь нет, наверняка, дела с квитанцией, там, чека, что это ваше, да? Поэтому я совершенно спокойно ее могу забрать и относиться к ней как к своей. То есть, собственность, отношение субъект к этим условиям произойдет как к своим. И пишу себе это, это уже будет что, пользование. Владение у меня-то налицо, это будет пользование. Ну, а вы можете на чем-то, что у вас еще остается, как у собственника? Распоряжение у вас остается, отдайте, скажите, Михаил Владимирович, хватит у меня тут, значит, с этой авторучкой, отдайте ее, и все, она мое. Распоряжение. Иногда вот это, вот, говорят, свою собственность, это вот владение, пользование, распоряжение, это просто некоторые ипостаси этой собственности. А собственность, есть отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. То есть, отношение к тому, что своим, не является естественным образом. Вы что, родили эту ручку? Как она своя? Это люди ее изготавливают, рабочие, отдайте сюда. Ну, правильно же? Это не вы же ее сделали. Вот они могут. Те, кто сделали, и относятся как к своему. А вы-то как к чему? Вы что, делали эту авторучку? И вам не стыдно утвердать, что она это ваша? И так далее. То есть, вопрос о собственности, это вопрос о том, что становится своим неестественным путем, а общественным путем. Получается это так, скажем, приехали европейцы в Соединенные Штаты Америки, отстреляли там индейцев, захватили земли, и потом, значит, огородили. Вот вы зашли, и раз, кольт достал и застрелил тех, кто зашел за это дело. И постепенно желающих заходить уже сюда нету. На мой участок. И сложились определенные отношения, это мое, вот это ваше. А я на ваш участок зашел, а вы долго ждали, когда я зайду. Только я зашел, раз, меня и все. Поэтому они ходят до сих пор с этими кольтами, и у них это в традиции. Как один там собрался, и значит, 70 человек застрелил. Набрал оружие и во время фестиваля стрелял. Ну, это уж, как говорится, нравы. Но они имеют какие-то корни исторические. То есть, собственность отношения к тому, что не является своим, естественным образом. Отношения к руке, к голове не требуются, как к своей. Но поскольку теперь пришивают и руки, и сердце могут пришить, поэтому вот это свое, сердце или нет, это еще вопрос. Правильно? Именно потому, что теперь это может быть изначально чужое. То, что мне поставили. Ну ладно, вот мы с этим разобрались, и можем перейти теперь к вопросу о формах. Движения материи. Ну, во-первых, о том, что она имеет, эта материя имеет разные уровни. Да, то есть мы можем материю рассматривать на уровне элементарных частиц, да? Они все в движении находятся, как известно. Потом на уровне атомов. Потом на уровне молекул. Какая наука занимается молекулярным уровнем? Химия. Химия, да. Берет атом хлора, атом натрия, хлор яд. Натрия возгорается на воздухе, и в воде тоже возгорается. А тут соединяют один атом натрия, один атом хлора, и что получают? Соль. Соль, которая, как бы, подсолите меня, пожалуйста. Что-то эти два яда берут, из них соединяют, и получают то, что совсем другие, имеет свойства. Поэтому молекулярный уровень не является просто сложением каких-то свойств этих самых атомов. Это другой уровень. Вот. Ну, а дальше, после вот этой химической формы движения материи, появляется форма какая? Физическая, химическая. Сначала механическое. Механическое движение всегда есть, правда? В том числе и атомов, и молекул, и небесных тел, небесная механика. Физическая форма. Она рассматривается как движение частиц и атомов. Потом движение молекул. Дальше идет, какая форма движения материи? И уровень какой? Биологическая форма, да? Живая. Жизнь это что? Движение. Жизнь, движение. То есть, если я вижу, что машина едет, это и есть жизнь. Понятно. А если снег идет, это тоже жизнь. Ну, все-таки жизнь, вы как-то, ну, хоть какое-нибудь определение жизни. Вот, может, вы сказали, что дети. Видите, мы в определениях не сильны. Ну, так вот вы все такое будете говорить на защите? Нет, а там на защите можешь как-нибудь сказать, что это не входит в наши пути. Ну, это тут надо аккуратно быть. А то скажут, что он уклоняется, а то он вообще ничего не... Не, можно сказать, вот там, например, Энгельс в одной из них работает. Я думаю, что у нас есть с вами возможность вот в рамках этого курса не забывать, что у нас не обычный курс студенческий, да? А курс такой, который вам помогает кое-чего освоить, чтобы так спокойно себя чувствовать. Вот начнут вас спрашивать, ну, вы, так сказать, где-то в этом круге понятий спокойно могли бы сказать. Жизнь это способ существования белковых тел, и все. Ну, скажут, вам не нравится такое время, ну, давайте другое. Дайте определение людям и пусть, они тоже ведь не специалисты. Они-то кто такие? Аспиранты, как и вы, даже если они профессора, правильно? В таких вопросах, которые, строго говоря, не являются философскими. Так, ну вот, а дальше, значит, появляются живые организмы, образуют биологическую форму, но это уже наше. Скажут, как вы философ же, биологическую форму должны знать, движение материи или нет? Биологическая форма. А потом идет высшая какая форма движения материи? Общественная. Общественная или социальная форма движения материи. И вот, после этого выступают некоторые новые наши, так сказать, ученые, современные, говорят, что вот у нас человек – это биосоциальное существо. Слышали такое? Да. И что по этому поводу вы скажете? Так биологическое входит в социальное. Вот, раз биологическое входит в социальное, зачем говорить биосоциальное, правильно? А можно было бы сказать еще как, что не биосоциальное, а химико-биосоциальное. Раз уж вы взялись по этой дорожке идти, да? А дальше может физико-химико-биосоциальное существо. А если уж дальше пойти, механико-физико-химико-био-социальное существо. Ну что вы же, давайте уж красиво тогда так нарисуем. То есть вы что делаете? Вы берете тогда граждане, которые так выступают, это широко распространено. Вы такой простой вещь, что это включается в социальное. Если человек, так он ясно, что живой человек включается в социальное. Социальное жилье же состоит, а не из кого-то. Поэтому это все равно, что матрешка. Если есть матрешка, так ясно, что в матрешке большое есть и другие. Мы однажды с профессором Казеновым пришли на Крестовский остров. Там был съезд Петровской академии наук и искусств. Мы там являемся действительно членами Петровской академии. И вот там в фойе продавали матрешку. Снаружи Путин, открываешь. Ельцин, открываешь. Хрущев, открываешь. Сталин, открываешь. И маленький-маленький такой Ленин. Ты такая матрешка. Ну, поэтому точно так же, как люди не понимают, что высшие формы движения материи содержат в себе... Это уже наше. Тут вы не можете сказать, что это не входит в тему. Если вы скажете, что это не входит в строение материи, что не входит в ваше философское образование, это будет не в очень... В тему диссертации. В тему-то не входит, но он должен проявить еще и эрудицию, свою философскую диссертацию, правильно? Что такое эрудиция? Но он еще немножко знает, чуть-чуть шире, чем вот он ногой ступил. Согласитесь. Немножко надо так вот это иметь. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Я имею в виду, что какая-то вот, скажем, от лекций же есть же и вред, что они время отнимают от других работ. Ну, какая-то от них польза тоже должна быть. Вот эту пользу мы будем иметь в виду, чтобы вот эта необходимая у нас эрудиция была, чтобы можно было легко отвечать на эти всякие вопросы, потому что не знаешь, что сейчас спросят. И сидят люди. И сидят иногда скучно некоторым. Возьмут и спрашивают сейчас что-нибудь такое. И посмотреть, а что он ответит. Разные бывают эти вопросы. Иногда очень малоприятные и непросто бывает на них ответить. Так, ну вот получилось у нас сколько форм движения. Получилось механическая форма, физическая форма движения материи. Дальше химическая форма движения материи, биологическая форма движения материи и социальная. В связи с этим, вот вы не открутитесь, я вас спрашиваю от человека, дайте определение. Ну, если я аспирант, не знаю, что такое человек, я думаю, если он не знает, что такое человек, как можно ему давать, согласитесь, степень можно давать, если он не знает, что такое человек. Так что вам тут не уйти в сторону. Человек кто это такой? Знаете, знал определение, но он забыл. Там, помню точно... О, представляете, на защите скажут. Извините, я не знаю, что такое человек. Все, никто ничего вам не скажет. Потом они раз-раз-раз вычеркнут. Животные без перья. И все это в темную вычеркивают. Все же сделано, никакое не открыто. Никто слова не скажет. Да, покивают, так, улыбнутся. А потом раз-раз-раз. Злодеи. А вам же нужно... В чем еще сложная защита диссертации? Вот скажите просто, требует от вас, вот мы сегодня зачитывали с вами, новизну, да? Новое, новое должно быть новое. Вот за новое может быть сразу две трети? Ну как может за новое две трети? Новое это вот только у вас в голове родилось, вот вы нам сообщаете с радостью. А мы так скептически с ним смотрим и не очень это согласны с этим. Почему? Потому что для нас это новое. Может потом мы и согласимся. А вы сразу хотите две трети получить? Но нам записано во всех положениях две трети. Ну как может быть за новое две трети? Или новое должно постареть? Или аспирант должен постареть? Или он должен уже как-то это вот... Поэтому и публикация нужна, и желательно там вот у вас хорошо, что уже три есть, правильно? Четыре есть. То есть это уже как бы устоялось, потому что так, давайте новое, и вам сразу две трети. Знаем мы, что за новое две трети. Если это две трети должно... Или я должен постареть, или моя идея должна постареть, тогда я две трети получу. А если я вылезу с новым и новой, то я... Ну во-первых, я должен... В скольких головах новое появляется? Не знаю. Чего не знаешь? В одной. А может, в второй раз в двух. Очень редко, и все равно разница бывает. Даже вот, скажем, в истории математики была такая вещь, как... Дифференциальное счисление. А? Дифференциальное счисление. Не-не-не, это два человека, Ньютон и Лебнис. Но все равно они не одновременно сделали это с известным интервалом. А еще известная аксиома одна о том, что можно ли через одну точку провести только одну прямую, или может быть очень много, бесконечно много прямых, не пересекающихся с данной. И две тысячи лет математики пытались или доказать вот этот тезис, что только одну прямую, или опровергнуть. Не опровергнуть не могли, не доказать. И вот такой бояй был, молодой математик, венгер, он пришел к мысли, что это, наверное, просто аксиома должна быть такая, и тогда другая получается о геометрии. И он так испугался этой своей мысли, но все-таки решил, что его там затопчут математики. Две тысячи лет это считалось, что это какая-то теорема должна быть, а он вот, что это аксиома. А папаша у него был математик, и он какую-то книгу в конце у папаши туда вписал. И когда он книгу опубликовал папаша с этой статьей своего сына Баяи, выяснилось, что за месяц до этого в развернутом виде Лобачевский опубликовал свою геометрию Лобачевского. Опоздал товарищ. А уже было это все. Имени Лобачевского у нас есть в Нижегородских государственных университетах в Нижнем Новгороде. Михаил Иванович Лобачевский. Вот он это сделал, и стало ясно, что это доказать нельзя, и опровергнуть нельзя, это аксиома должна быть. Примите другую аксиому, у вас другая геометрия будет Лобачевского. Примите аксиомы, что только одну прямую можно, не пересекающуюся данную. Ну, тогда вы получаете и вхлидовую геометрию, и все. Так бывает в науке. Вот. Ну, поэтому, значит, все-таки я вам дал подумать на тему о том, что такое человек. Скажем, вот философ, выходит тщать по философии, это правильно, и вы будете доказывать, что это не по теме диссертации, как вы, это человек, вы не знаете, кто такой человек, какой вы, это суперант. Кто вообще у вас научный руководитель, что у вас за кафедра такая? Гнать надо всю кафедру, правильно это разогнать на эти кафедры, потому что они тут сидят годами, и никто и не знает, что такое человек. Что такое человек? Кто человек? Ну, вон, по-моему, животный без перья. Ну, вы бы вам сказали, вы вот человек, вот этому товарищу, в крайнем случае, если бы шутили, вы сказали, вы вот, вот вы действительно человек, я признал. А я, видимо, нет. И все, веселье. Все посмеялись и тоже прошли. Тут как-то надо выкрутиться. И это бы, между прочим, такой ответ прошел, правильно? Я думаю, да. Или нас три человека, вот вы, я, вот нет, у нас тут вот члены ученого совета, председатель. Вот это все люди, а я пока еще нет. И тоже это прошло бы. Тоже бы всех сошли за шутку. И за шутку поставили бы вам плюс. Так, может, вы спасете ситуацию? Что за люди такие? Это страшная у нас кафедра. Кафедра, я чувствую себя ответственным просто за вас. Что за кафедра? Если еще моих лекций не будете знать, ну, это мне повеситься надо тогда. Ну, правильно, да? Что это социальная философия? Социальная философия. Сидят тут профессора на кафедре, а у них люди, аспиранты даже не знают, кто такой человек. Что они там делают, эти профессора? За что? Им надо вообще все деньги, которые они получают, забрать, с них вычесть и выгнать с работы. Значит, человек, это животное или растение? Вот вы животное или растение? Или твердое тело? Выбирайте. У нас выбор очень невелик. Вы или животное, или не животное. То есть вы живой организм, живое, животное, раз. Вы животное? Да. Ну, слава богу, вот животное. Хорошо. А то некоторые начинают сомневаться, тогда у них выбор один, что это растение, трава. Ну, аспиранты не трава. Не надо сядь, да, травы тогда. На травы наступать будут? Не надо, чтобы на вас наступали. Значит, во-первых, животное. А теперь уже легче. Какое вы животное? У нас же, то есть вот, ну, не крыса. А вы какое? Выберите. Какое вы животное? Ну, там же есть разные виды. Вот есть разные виды. Вот какой вы животное? То есть вам остается уже легче? У нас же примат. А? Примат. То есть вы примат? Да. То есть вы обезьяна. Понял? Ну, хорошо, да, с этим. Но обезьян мы, именно диссертации их не проводим, к сожалению. Спасибо, молодой человек, достаточно. Потому что приматы, это кто? Прима, это первые. Первые были обезьяны, а вы себя в приматы загнали. Вы что? Если вы от приматов, вообще куда не шло? А вы сами сказали, что я примат, ну, все. Человек сказал, что он обезьяна. Кафедра социальной философии и философии истории готовит обезьян. И это ужас. Или наоборот, обезьяны у них в виде аспирантов. Может, вы высшие приматы, я не знаю. А как к вам относимся? А вот есть у Энгельса хорошая работа. Ее, может, потому не знают, что ее, вот читать отдельно, вот диалексика природы, как-то ее странно читать, она из кусочков состоит. Не читали диалексику природы Энгельса? Читали. Читали. А вот когда ее после Гегеля читаешь, то она вся посвящена тому, что, а как вот это вот материалистически истолковать? И как вот это взять? И там есть такая работа, роль труда в процессе превращения обезьяны, то есть примата, в человека. В человека. Роль труда. Отсюда можно сделать очень легко такой вывод, что человек – это животные. А. Общественные. Да? Не любые стада, а те, которые стада. То есть, чтобы, так сказать, были не индивидуально живущие какие-то животные, а такие, которые от тех он произошел, которые или стадами, или какими-то, так сказать, группами существовали. Животные. Общественные. Б. Трудящиеся. Это входит в понятие человека, если он трудящийся. Да? То есть, он не просто, он может создавать, преобразовывать природу с помощью средств производства. Трудящиеся. А поскольку труд предполагает взаимодействие тех, кто им занимается, то он общественное. Так, общественное, трудящиеся, то есть, взаимодействие предполагает знаки, говорящие, и последнее. Как Гегель говорил, кто такой человек? Вот Гегель этого хоть знаете? Ладно, черт с ним с материализма. Давай, идеалиста берем. Я не понял. Мыслящий разум. Вот нам в геологии. Человек это мыслящий разум. Ну, хорошее определение. А вы сразу раз опустили до примата. А Гегель говорит, вы слящий разум. Да лучше быть идеалистом тогда, чем там приматами. Чего у нас изображают аспирантов, как объем. Это нехорошо. Ну, а так получается человек. Ну, если бы там мы уже горькие говорили, что человек это звучит гордо. А что город? Надо, что город это это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Все. И это должно отлетать. У вас есть лучшее определение, рад за вас. Кто-то даст лучшее. Мы же не говорим, что вот он уехал. Если я увижу какое-то более хорошее определение, я, конечно, возьму его. А пока более хорошего нет. Поэтому вот вы приходите. То есть вы должны себя чувствовать спокойно. Вы ответили на вопрос? Ответили. Вас спросили, что такое человек? Вы ответили. Вам не нравится? Дайте свое. Я с удовольствием присоединюсь, если это будет более высокое. Какое, тогда, любое определение не придумать? Нет. Любое не придумайте, потому что для этого надо знать, что такое определение. Я чувствую, вы не знаете. Вот вы знаете, что такое определение? Вы науки читали, что такое определение? Ну, читать-то читал. Не скажете сейчас определение, определение? Можно я вам скажу? Определение качества, которое есть в себе, в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто с в нем бытием. По крайней мере, если вы зададите такое определение, это непонятно, но есть. А теперь я попытаюсь, поскольку это употребляет Гегель там в своей категории, которые, так сказать, надо просто знать, как и что обозначает, это можно легко растолковать. Значит, во-первых, это качество. Качество это первая непосредственная определенность. То есть, вот вы говорили, есть реальность, есть отрицание, да? Есть реальность, есть отрицание. Все это определенности. Вот если я беру определенность, как изолированное само по себе качество, допустим, вот вы умный человек, ну, вы человек, А если я беру ум, то я его изолирую от вас и беру отдельно. Это ваше качество. Если вы умный человек, то ум – ваше качество. То есть надо взять качество. Раз. Второе. Которое есть в себе. Вы сейчас в себе или не в себе? В себе. А что значит в себе? Вы спросили, в себе или не в себе. Да как что это значит? Если бы я был не в себе, вы заметили. Нет, ну так объясните мне, что значит в себе? У Гегеля-то точно это понимание. В себе – это равенство с собой. Вы равны с вами в себе. А если я вот, узнав, не можете дать определение, что человек стал на вас кричать, кидаться ботинками и ругаться, это я что называлось? Я вышел из себя. А сейчас я тоже в себе. То есть несмотря на то, что вы не знаете определение человека, я, как говорят, у меня работа такая, что я не должен выходить из себя, а оставаться равным самому себе и, соответственно, помогать людям это дело усвоить. Правильно? Вот. Или вы приходите к какой-нибудь директору, а там сидит секретарша. Вы говорите, вот мне нужно то, то, то. Она говорит, подождите, я сейчас приду в себя и буду потом с вами разговаривать. А где была ты? Приду в себя. А мне не по себе. Тоже неравен самому себе человек, правильно? То есть, короче, в себе и в себе это равенство нечто с собой. Очень хорошее определение. У нас так получается, если все всегда получается, в движении находится? Да. В движении есть два момента. Равенство с собой и неравенство с собой. Вот если вы будете считать, что только равны самому себе, это вы покойник. Вы в покое. Покойник? Ну, это такое представление первое, что он в покое. На самом деле покойники разлагаются и тоже находятся в движении. Поэтому покой только момент движения и никогда не охватывает все движение. Моменты – это что такое? Это неразрывные. Вы и равны самому себе, и неравны. Если вы будете говорить, что вы только равны самому себе, скажем, я тогда лекции заканчиваю. Почему? Чтобы я вам не объяснял, все равно у себя. Попались такие аспиранты, и вот им это говорят, а они все равно равны. То есть, бесполезно это дело. Да, то есть, если бы вы, когда меня спрашивали в себе или не в себе, если бы я сказал, что я не в себе, то тоже был бы правильный ответ. Тоже был бы правильный ответ. В том-то и дело. Прям все ответы правильные, хорошо? Нет, нищие ответы. Два противоположных всегда правильные. И всегда два. Диалекция говорит, что всегда нужно взять утверждение, и противоположное тоже, и посмотреть, какой у него смысл. Всегда. Вот этого не делают метафизики. А может быть, тогда надо было сказать, что я в движении? Знаете, получается, я беру просто один отвертый магнит, когда я в себе. Да, совершенно верно. А вот я в движении. Совершенно верно. Я вам расскажу, поскольку мне приходится на эту тему лекции читать, я тоже ищу какие-то примеры этого всего. И вот спускаюсь я в метро Василеостровское, и там такая девушка нарисована в красивом цветастом платье, и там написано «меняйся чаще», призыв. Это одна сторона движения. Вот это вот изменение. А раньше не сказали. «Меняйте» и все. Другой раз я ехал со стороны Дворцовой площади. И прямо иду пешком там на мост уже, и на углу этой Дворцовой площади прямо такой большой плакат рекламный написано «меняйся, но оставайся с собой». «Орифлейм». Думаю, вот дают. «Орифлейм» – рекламная фирма. Она уже это освоила. «Меняйся, но оставайся с собой». Аспирант. «Меняйся, но оставайся с собой». Ну, то есть, если вы меняетесь и перестаете с аспирантом, ну, извините, такое изменение вам не нужно. То есть, «Орифлейм» немножко с… Да, продвинутый диалектический такой «Орифлейм». И те вот еще метафизики на станции «Орифлейм» – это уже вот она, уже диалектика, прямо уже с рекламных счетов. А мы еще до сих пор не освоили. Вот, поэтому… Это надо учиться тогда идти философии, не философские, а «Орифлейм». В том числе. Везде надо улавливать. То есть, надо смотреть, где что, где как. Проблески философии есть, по крайней мере. Есть вот такая категория в науке логики. Я могу сказать, у вас еще есть время для этого. Науку логики я очень советую. Не задаваясь задачей, чтобы понять. Потому что понять – это дело сложное. Что-то поймешь, что-то не поймешь. Ну, прочитать. А прочитать вы знаете, как язык учат иностранные. Что-то поймешь, что-то не поймешь. Больше будешь читать, больше поймешь. Меньше будешь читать, меньше поймешь. Я, скажем, читаю науку логики сейчас на немецком языке. Поскольку я немецкий недели две изучал, будучи аспирантом, так у меня английский язык был, а это там у нас английский и французский две недели. Ну, я-то что-то поднахватался, но, как вы понимаете, за две недели-то невозможно изучить. Но поскольку я науку логики знаю почти все в русском изложении, не в том, что я не сказал, что все понимаю, а знаю там что-то написано. Поэтому я могу читать по-немецки, но все равно, когда читаешь по-немецки, половину я не понимаю. Даже не в смысле философского, а в смысле чего он говорит. Но все равно это полезное чтение. Поэтому вот почитать науку логики, и, скажем, там есть понятие изменяющегося нечто. Что такое изменяющееся нечто? А, оно равно самому себе. Если оно не равно, то его и нет вообще. И Б, оно не равно самому себе. Потому что если оно только равно, то оно не изменяется. А если оно только изменяется, то его нету. Поэтому иногда у меня бывают такие дискуссии, разговоры с таксистами. Вот я сажусь. Он говорит, а что это вы, куда вы едете? Я говорю, в институт философии. А что такое? Я говорю, сейчас вам объясню. А чем вы занимаетесь? Вот вы вот едете, вы эту точку проезжаете? Да. Ну, раз вы точку проезжаете, значит, вы в ней вот стоите, да? Нет. Что, нет, значит, вы перелетели, что ли, ее? Вы в ней не были? Так, нет, был. Ну, раз вы были, значит, вы что, умеете так на тормозах и в этой точке стоите? Нет. Так, значит, вы все-таки не находитесь в этой точке. Так вы, давайте определись, вы находитесь или не находитесь? Он говорит, нет, это я что-то не могу понять уже. Ну, так вот, решение это очень простое. Вы находитесь и находитесь. Только это означает, что вы проезжаете. А если вы думаете, что-нибудь одно, как метафизики говорят, то они уже не попадут. И тогда человек проникает с уважением к философии, к диалектике. Надо объяснять, чем это, я сколько уже езжу на этом самом автомобиле, и я не понимал, что я езжу, значит, что я езжу. Поэтому, скажем, движение ваше, так сказать, если вы находитесь в движении, как человек живой, так вы и равны самому себе или не равны. Причем тут, если мы только одну сторону возьмем, студенты или аспиранты, такие, которые равны. То есть, что я вам не говорил, какие, значит, занятия не проводил, чего вам не давали, а вы все оставитесь равным самому себе. Это что такое? Так не можем говорить. Нет, это говорят, такое, говорит, студент попался, ну, вот он тупой совсем, ничего нет, ничего. Потому что он все время равен самому себе. И наоборот, если он только не равен самому себе, то есть вы вышли отсюда, а вы уже не такой. Так, документики оставьте здесь, я их сдам, а вы получаете новые. Потому что вы стали совсем другим человеком, и совсем другому человеку вам получить совсем другие документы. Логично? Ну как, ну так. А на самом деле вы одновременно являетесь и равным самому себе, и неравным. И это вот единственное. Конечно, метафизика это исключает, она таких не допускает вариантов. Так определения, получается, которые даются, допустим, которые мы обсуждали сегодня, материя, там еще что-то, они, получается, тоже меняются? Да, все меняется. Определение мы дали, но это определение не исключает постоянное изменение того, что мы определили. Любое животное, оно все время изменяется. Любой кусок материи все время изменяется. Все меняется. То есть поэтому абсолютно разные уровни. Но это уровни, поэтому у меня в программе написано, что это уровни, не только уровни организации материи, но и уровни ее движения. Это разные виды движения. Скажите, тогда вопрос такой насчет выдвижения. А вот если все меняется, то изменение само... Нет, не только все меняется, все меняется, и все при этом остается равным самому себе. Уж вы тогда договариваете до конца, чтобы у вас это высказывание было диалектическим. Все равно самому себе, и все одновременно не равно. Тогда о чем-то получается трудно что-то сказать. Почему трудно? Ну, вроде как. Не трудно. Не трудно что-то, а уже оно изменилось. Вот именно потом оно все изменилось, но при этом осталось равным самому себе. Иначе никакая наука невозможна. Вы изучали, изучали, вот мы только что изучили материю, она уже убежала, все, и вся наша наука долой. Поэтому некоторые говорят, вот сто лет прошло, все уже изменилось, а вы со своими знаниями выкиньте свои знания. Вот вы сейчас напишите диссертацию, новую откроете, ваше новое уже все старое выкиньте, потому что уже все изменилось. Оно изменилось, но осталось. Поэтому всегда надо разбираться, в чем состояло изменение, что осталось. Например, вот по отношению к обществу есть такое понятие эпоха. Некоторые горячие люди говорят, вот мы изучали капитализм, там, социализм, коммунизм, термир. Так, у вас эпоха какая сейчас? Эпоха. А эпоха – это такой вот большой исторический издвиг, во голове которого стоит тот класс, который в эту эпоху становится господствующим. А другой класс, который до этого был господствующим, уходит. Вот какая сейчас эпоха? То есть это мировое понятие, историческое, всемирно-историческое понятие. Эпоха-то вообще меняется. От одной эпохи к эпохе можно перейти к другой. Но эпоха сейчас какая? Она как раз представляет собой понятие эпохи, определение для изменяющейся истории, для изменяющегося общества, а не для такого, которое в покое. Вот покоя нет. А в чем состоит беспокойство? В переходе от чего к чему? От чего к чему? А? От чего к чему? Ну вот, хорошо, ну вот была эпоха перехода от первобытного общинного коммунизма к рабовладению. Была такая эпоха, длительная эпоха, столетия прошли. Но говорят, 90 тысяч лет человечество прожило в условиях первобытного общинного коммунизма. При коммунизме, грубо говоря. Потом отрицание, так сказать, вот развились производители. Это настолько орудия, что можно было прожить уже не всем вместе, а можно было одной семьей прожить. Так, тем более, можно было тех врагов, которых победили, сообщая, использовать в качестве рабов, а не убивать. Раньше думали, что звери убивали все время. А зачем вы меня будете убивать, если я могу работать на вас и вас кормить, и себя кормить? Для этого надо, чтобы производительные силы позволяли хотя бы двух человек прокормить. Если только одного, убьют меня, если поймают. Потому что, ну, как вы будете пленного кормить? Если вы будете его кормить, вы умрете. Если вы не будете кормить его, он умрет. Поэтому, да, сразу убили его, и все. Но, как только кончается вот такое состояние общества, когда такая неразвитость производительных сил, когда уже один человек может двоих и больше прокормить, вот начинается эпоха рабовладения. И эпоха перехода от первобытного коммунизма к рабовладению. Раз. Это большой исторический кусок. Все время в движении находится. Вот еще рабовладение. Потом эпоха разложения этих рабовладельческих обществ и перехода к чему? К феодализму. Тоже сотни лет. Верно? И не так, что вот как мы здесь. Вот куда смотреть, сразу все изменилось. Так вы смотрите на эпоху. Так уж прямо все изменилось. И все, она идет, и идет эта эпоха. Это долго-долго. Потом и перехода от феодализма к капитализму. Тоже сотни лет. И когда началась эпоха перехода от капитализма к коммунизму, то эта эпоха тоже, значит, вот она сколько уже тянется. Сколько у нас при коммунизме живет человек? Или в тех странах, которые совершили социалистическую революцию? Еще не при коммунизме, а только в переходе к коммунизму. Сколько? Ну, в Китае сколько живет народу? Миллиард 390. Во Вьетнаме 90 миллионов. В Корее, которая у них первая фада коммунизма, 25 миллионов. На Кубе, который тоже в переходном периоде, 11 миллионов. В Лаосе 6 миллионов. Итого полтора миллиарда человек. А всего 7 миллиардов человек из 7-1,5 миллиарда. Ну, это может долго это тянуться. Бывает, причем вот в Европе были социалистические страны, их там нет. Была Монголия социалистической государством, а потом не стала социалистичной. То есть, это эпоха ведь такое понятие, которое позволяет движение и вперед, и назад. А не только просто изменения. Они просто ушли назад. Советский Союз был государством, которое построило социализм. То есть, первая фаза коммунизма. А теперь это буржуазные государства. И уже не Советский Союз, а Россия. Хотя это правоприемница СССР. И так далее. И, скажем, страны, вот эти страны, так сказать, СНГ. И граждане, которые там зовут, они считаются официально соотечественниками. И у нас есть комитет по делам соотечественников. И у них есть льготы, в том числе на получение образования в России. И поэтому, скажем, безвизовые какие-то отношения в связи с тем... А отечественники, тоже определение существует. И те, которые родились в Советском Союзе, или родители которых родились в Советском Союзе. И поэтому, скажем, если возьмете Киргизию. Вот в Киргизии русский язык больше преподается, чем киргизский. И здесь народу приезжает сюда, а здесь остаются жить. Выходит замуж, женится и так далее. И становятся русскими киргизского происхождения. Что очень часто. То есть, и тоже с этим... Вот как раз мы должны оперировать, иметь категории для оперирования с изменяющейся материи. А вот есть такие большие, крупные категории, исторические, которые позволяют, так сказать, посмотреть на этот процесс тоже как на длительный. И пока это... Ну сколько будет лет? Вот, скажем, в Китае говорят, у нас переходный период будет 100 лет. Некоторые говорят, о, как это может быть такое? А сколько был переход к социализму в СССР? С 17 по 36. И 18 лет. Ну так у нас было 300 миллионов, грубо говоря, меньше было. А там миллиард 390. И что вы хотите, чтобы там было? Может и 100, а может и 150. Для истории это... Нам с вами много 100-150 лет. А для истории это 100 лет вообще ничто. Как там в Китае? А? Там же в Китае капитализм. Там социализма нету. И капитализма там нету. Там есть и то, и другое. Там переходный период. В переходном периоде... Вот у нас какие укладывали в переходном периоде в России? Не помните? Уже. А? У нас все было. У нас было, во-первых, патриархальное хозяйство. Сам произвел огурчик, сам и съел. Никакой торговли. Дальше мелкотоварное хозяйство или мелкобуржуазное. То есть мелкобуржуазное, мелкобуржуазное хозяйство, работающее на рынок. Сам бы ел, да деньги надо. Скушайте пирожок. Купите пирожок. Вон пирожок, а мне вводят денежки. Так. Второй уклад. Третий уклад. Капиталистический. У нас что, все национализировано? Не все. У нас частный хозяйственный капитализм оставался. Целый уклад был. Госкапиталистический. Название социалистическое, государственное, но ничего не по плану. А по-прежнему. Где что брали, покупали. Там и покупают. Где продавали, там и продают. Ничего не управляет ничем государством. Это госкапитализм. И коммунистический уклад. Это те предприятия, которые уже по плану. Пять укладов. То же самое в Китае. Только все это в масштабах. А в Индии еще больше. Эти масштабы. Там еще больше людей, чем китайцы. Она быстрее еще развивается. Кстати. А экономически она темно. Больше в Индии, чем в КНР. Но Индия буржуазная страна. Однозначно. А Китай в переходном периоде. 55% государственный сектор. 13-й пятилетний план выполняется. А раз пятилетний план охватывает госсектор, они на все остальное влияют. Поэтому они делают такие крупные проекты. И осуществляют гиганты. Так как получается, смотрите, вот Северная Корея, например, она еще более социалистическое государство? Она государство тоже социалистическое, но там уже социализм. То есть там нет частной собственности вообще. Я там был две недели. И сам это все наблюдал. Частной собственности нет. Очень все хорошо. Ну вот она, так она единственная. Страшно быть социалистом в таком случае. Почему? Там совершенно, там совершенно, там очень хорошо. Думаю, замечательно. Ты в Корее? Да, я там был две недели жил. И в город Хингам был. И, так сказать, был, смотрел, в какие-то там. У нас было два Мерседеса, я был руководителем делегации, и мы проехали по всей Корее. И был в Пан Маньчжоне, где стоит такое здание, вот так вот, на пересечении две границы. А в нем стол. С этой стороны один флажок в Северной Корее, а здесь 17 флажков, которые воюют против Северной Кореи. Мерный договор не подписан, поэтому там такое вот состояние, которое они поддерживают, благодаря тому, что самым дешевым способом отделались. Если бы они занимались высокоточным оружием, они бы разорились. А как наши специалисты говорят, вот ядерное оружие плюс ракеты, это самый дешевый способ сделать так, чтобы на тебя не нападали. И на них не нападают. Слушайте, ну я просто о таком контексте хотел спросить, раз в Северной Корее, и раз это... А? Не, раз там хорошо, просто я думал, вот вы упоминаете... А кому хорошо? Хорошо в каком смысле? Тем, кто хочет заниматься, там высокий уровень науки и техники, высочайший. Наукой занимаются вовсю люди. Образование великолепное. Творчеством занимаются вовсю. Чистота, красота. Но, значит, военное же время у них. У них же мирный договор не подписан, в любой момент могут начать войну. Поэтому они и так все на чеку. С одной стороны, есть вот дворец там матери и ребенка. Так сделан полукругом, большое, огромное здание. И полудрагоценными камнями вымощен. Мы спрашиваем, а что это у вас полудрагоценными камнями? Говорят, а где мы должны еще полудрагоценные камни использовать? Вот там, где мать, ребенок, где они рождаются. Подходят, у нас орут, кричат, эй, там, своей жене. А там телефон, и там цветной телевизор, и там он видит свою жену, и видит ребенка, и разговаривает по телефону. Старая пагода вроде красивая такая, в горах. А там, так сказать, электронная система, книгу тебе через две минуты раз, библиотечную выдают. У нас такого нет. То есть там высочайший уровень. Ну что, ну просто я это к тому хотел спросить, что вот упоминали сегодня экономик философский. Да. Там Маркс писал о казарменном коммунизме. Вот. Как это, мне кажется, это очень похоже на селье на Корее. Ну так если у вас будет состояние войны, конечно, будет похоже. Ну, в состоянии войны. И это даже похоже так, что вот я хочу даже отметить, в чем похожесть. Вот сидим в Доме культуры. Так. Перед этим там, мы видели там спортивные состязания, занимаются очень, очень спортивный народ. Исключительно. И у них там зрелищ всяких там, массовые делают, просто великолепные. А тут, значит, вот на концерте девочка. Выходит девочка такая, ну, может быть, лет 12 или 13. Стройным шагом выходит. Поворачивается налево. И начинает петь. И тоненьким, жалобным голосом поет. Очень хорошо. Спело, и аплодисменты, потом разворачивается и строевым шагом уходит. Вот все находятся в таком напряжении, конечно. Ну да, но просто в таком случае, я тоже, опять же, вспоминаю другое слово. Слово «экс», по-моему, это было и с антидюрингом, может быть, я не помню точно. Да. Но он говорил о таком явлении, что сейчас, если, ну, тогда, когда он говорил, в Германии всякая ротная швальня считается социализмом. Вот похоже тоже, видите, дисциплина, вот как в ротных шагах. Ну, если я буду по этой линии идти, вот вы только что рассказали сегодня, что вы примат. Это вы похоже на кого? То есть слово «похоже» – это правильно. Я с вами спорить не буду, но слово «похоже» не означает, что сущность та же самая. Сущность другая. Никаких бомжей, ни проституток, ни бомжей, ни пьяниц, ничего этого нет. Нет. Причем вот такое правило есть у Трудовой партии Кореи, которого я не видел нигде. Значит, вот мы разговариваем с секретарем Трудовой партии Кореи. Он говорит, вы знаете, я, говорит, с вами вот встречаюсь, не совсем по форме, потому что сейчас с вами заводелом должен встречаться, а потом уже секретарь. Но и завтра я ухожу освобожденным, не освобожденным секретарем в колхоз, в совхоз. И буду там работать вместе с ними. Один месяц в году все, кроме одного человека, вот этого генерального секретаря, должны отработать не освобожденным секретарем на предприятии. И они, поэтому, месяц один из двенадцати, они ковыряются вместе с теми, кто сам, что ни на есть, вот там тяжелых условиях находится. И поэтому они жизнь знают, и у них так быстро это разложение не происходит, как у нас. Когда у нас оторвались свои, так сказать, я, скажем, наблюдал в райкомах партии, я аж был, так сказать, вхож в разные, я был членом обкома Ленинградского. Значит, есть столовая для всех граждан в этом райисполкоме, есть столовая с официантками для других людей, работников, и есть для шести человек такой закуток, в котором будут кушать только секретари и так далее. И тоже в Смольном. В Смольном можно было бы по партийному билету пройти, а потом, а уже в столовую Смольного, но там с ружьем стоят. То есть, если был Казарменный, так вот у нас скорее был Казарменный, чем у них. А у них, вот, пожалуйста, такое требование. Так что вот такая там картина. Но это мы с вами отвлеклись. То есть мы сейчас остановились на том, вот эпоха. А эпоха, она может иметь всякие, скажем, извращения, и все что угодно может быть. В данном случае по отношению к Скорее я бы поспорил, но это не значит, что не может быть. Потому что все может искажаться, извращаться, и это все в действительности может быть гораздо сложнее, чем, как вот кажется, что вот все так по линейке и так проходит, как мы себе представляем. Но вот понятие эпохи – это понятие длительное, которое позволяет говорить об одном и том же, которое все время меняется. А если вы уже возьмете страну, то вот у нас, по крайней мере, вот если мы возьмем Россию, у нас получается, что у нас была Советская Россия, после революции была Советская Россия, потом уже 22-й год Советский Союз, уже нет этой Советской России, как единого государства отдельного она вошла. Советский Союз построил социализм в 1936-м, это низшая фаза коммунизма, это уже не переходный период, уже нету частной собственности, ну, кроме элементов отдельно. Так, и это, скажем, можно досчитать до 1961-го года, потом в 1961-м году отказ от руководящей роли рабочего класса, от диктатуры пролетариата, в отказ от цели социализма. Цель социализма какая? Социалистического производства не знаете? Построить коммунизм. Построить коммунизм, да. А дальше? Только базу. Ушел на базу. А коммунизм не надо построить. Товарищ хоть коммунизм строит, а вы только базу. Значит, цель производства, это по этому поводу была дискуссия между Лениным и Плеханом в 1903-м году, когда они решали программный вопрос, как Плеханов написал, для нужд общества. А Ленин говорит, ну, такую-то организацию еще и класс, еще и может дать империализм, капитализм. Тоже нужно общество удовлетворять же. А надо записать для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот это было записано в программу, в первую, потом во второй, и выкинули его на 22-м съезде при Хрущеве, и заменили удовлетворением потребностей. Вот у вас есть потребность водку пить, идите и пейте, все более полное. Курить? Идите, курите. Хотите, так сказать, наркотики, поглощайте. А я пошел в филармонию, у меня такая потребность. Указываю свои потребности, и удовлетворяйте все более полное удовлетворение потребностей. То есть это, и вот начался переходный период от коммунизма, капитализма, который закончился в 91-м году. А мы теперь живем, так сказать, при капитализме, буржуазной России. Опять же, уже и Советского Союза нет, здесь буржуазная Россия. С чем я вас и поздравляю. И еще раз убеждаемся, что все находится в движении. И движение, как выучит диалектика, бывает не только вперед, а бывает и назад. И когда... А движение вперед называется как? Развитие. Это да. А в развитии, как называется, во всяком развитии есть противоположные движения. Вот, ну я про вас не буду говорить, я, например, с одной стороны лекцию читаю, с другой стороны умираю. А вы все будете вечно живой. А вот товарищ, уже усомнился насчет вас. А насчет себя он не усомнился. Нет, я тоже умираю. Вот, видите, мы умираем, а вы тут и так такие грустные вещи, у нас, так сказать, вот такая грусть в конце. То есть, противоположные, с одной стороны, вы там защищаете диссертацию, вам надо двигаться вперед. Это прогресс. А в то же время есть противоположные движения. Никуда от него не денешься. Это вот прогресс и регресс. Всякое развитие включает в себя прогресс и регресс. Мы забегаем вперед. Прогресс и регресс. А в науке тоже получается? А? Вот в науке. Правда? И в науке. Развитие науки тоже заключается в себе. Да, в науке у нас всегда много шарлатанов. Было, есть и будет. Которые выдают себя за ученых. Изображают себя там и так далее. Сколько угодно. Ну вот, например, того товарища, который у нас занимался качеством этих диссертаций, потом как от мошенника разоблачили и выгнали отовсюду. А он занимался самым главным был. И вот это все, это делали. Чего там так они творили в этом ваке? Поэтому ничего нельзя оборисплять. Кто там сидят, они там наблюдают, надзирают. потому что одни наукой занимаются, другие надзиратели в науке. Это разные вещи. А вот те, кто занимается все-таки наукой, вы в деятельности тоже есть регресс? А? А вы в деятельности тоже есть регресс? Ну, они вот открывают что-то новое, они просто... Конечно. Поэтому вот, например, вы пришли с хорошей диссертацией, они вас завалили. Почему? А потому что у них вот хорошее было для своего времени, они к этому привыкли, а вы хотите их переубедить, а тем самым их как бы приопустить, а себя приподнять. Они, у вас силы нет, а у них есть, они вас приопустили. А вам надо получить две трети. Как две трети получить, если у вас действительно новое передовое? Как? Вам не кажется, это очень проблемно? Поэтому надо, чтобы либо вы постарели, либо ваши идеи постарели. Поэтому надо, чтобы везде напубликовали. Поэтому это очень важно. Люди обрадовались, некоторые у нас, докторанты, что можно теперь монографию не писать. И можно, но вот у нас прошел человек, протопопов такой, получил диссертацию, его завалили в Институте философии на перезащиту. А и была бы у него монография, я изначально говорил, лучше бы он сначала сделал монографию, чтобы ее почитали, вот это устоялось, потом бы пошел. Очень трудно новое провести. Хорошая, очень диссертация по отрицанию логики Гегеля. Так, мы, товарищи, с вами перебрали время. Вот, в чем я, скажите, виноват, а вам даю программу. Так, мы в следующий раз с вами в понедельник продолжим наше занятие. Да, я только хотел сказать, что я не смогу прийти в понедельник. Ну, что делать? Вот мы на этот случай записываем и постараемся потихонечку выкладывать на сайте фонда рабочей академии, поэтому, если кто-то что-то, так сказать, получается, пропустит, он, может быть, но это не сразу, это тоже целая работа. Что записать надо, во-вторых, надо выложить. как-то... от других каких-то вариантов по времени у нас вообще нет. Ну, других вариантов, в смысле, перенесения куда-нибудь. Ну, это вот немыслимо в нашем сейчас, университете, чтобы что-то перенести. Это все, теперь, если раньше расписание касалось института или факультета, теперь это все, это небесно, это университет. Это все. И университет, который готовит... Может, так получится, что никто не придет. Ну, что делать? Ну, я обязан приходить все равно. А вот, например, в среду, если те же 10 утра? Я говорю, что это вот наше расписание, это что-то не... Ну, я думаю, что наше расписание и в понедельник, и в среду... Это все могло, это все могло обсуждаться на том этапе, когда еще это не было. Затвердено. Однажды мне нужно было перенести свое занятие в связи с тем, что я в больницу отвозил жену. Я все... Это значит, надо послать бумагу от кафедры. Она пойдет в деканат. От деканата директора. От директора она пойдет в управление кадром. И, в общем, это... Там ходила-ходила, ответа я не получил. Поэтому я как-то с Александром Ивановичем, это у меня было по конфликтологу, поговорил. Ну, как-то так, как-то в рабочем порядке сделали, в порядке исключений. А не мыслим мы поменять какое-то расписание. Что-то совершенно дико неуправляемое стало. С одной стороны. А с другой стороны, вот, казалось бы, всем же известно, что программа известна. Так расписание можно на год было составить до сентября. Правильно? Вот подумайте. Или я не прав. Что нельзя было до сентября составить на весь год. Известные преподаватели, преподаватели, мы на работе, известные аспиранты, известные их требования, можно прийти с ними согласовать, аспирантов как-то с ними посоветоваться. Это не мыслимое дело. Поэтому сейчас двигать я даже и пытаться не буду. Я знаю, чем это заканчивается. Только одним. Нам скажут, что вы там такие-сякие в этом институте философии. И так нас, так сказать, громят этот институт философии. Видите, у нас лаборанта нет уже нигде на кафедрах. Или это мертвый дом. А зачем нужно было быть лаборантом? Всегда пришли, лаборантовы сказали и аспирант, и студент и связались с преподавателем. Кстати, вы мой телефон запишите на всякий случай для связи. Поскольку он 939-6099. 939-6099. Это у меня мегафон городской, то есть можно не набирать там 8 921. Вот прямо этого достаточно. 939-6099. Надо будет что-то сказать. Хорошо. Счастливо. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok